Всем привет! И сегодняшнее мое видео посвящается покупкам косметики. То, что я купила в последнее время, сейчас у меня тот же самый фон будет, так как моя комната не готова, готова Ксюшина комната почти уже. И здесь смотрится все красивее, поэтому буду снимать здесь. Так что приступаем. Это были косметические покупки и кое-какой вход для волос. Кому нравится, оставайтесь со мной. Первое, что я вам хочу показать, это тушь такая от Makeup Mecca. Сейчас она у меня на глазах. Она мне понравилась тем, что я вообще была, честно говоря, шокерна. Вот такая силиконовая кисточка у нее. Много продукта. Продукт такой, знаете, не густой, но и не жидкий. Такой средний продукт. И глаза со второго нанесения туши получаются вот такие. И, в общем, хорошая, как говорится, такая консистенция туши. Мне понравилась. Она не осыпается, не отпечатывается. Просто супер-пупер. Ну, по крайней мере, это мое мнение. Я ее уже пользуюсь целую неделю. И, в общем, только я оставила все другие остальные туши. Вот. Это Makeup Mecca. Mega Volume. Вот такой. Вот. Следующая покупка у меня была от Dior. Я была в Dior. Была, как бы, несколько месяцев назад. Такая акция. Покупаешь два продукта или, по-моему, там, на какую-то сумму. И вам в подарок дают такую палетку. Ну, как же, конечно, пропустить такую возможность. Плюс еще я давно хотела вот такой хайлайтер розовый. Вот. Я купила розовый. Не коричневый. У нас сейчас в магазинах почти все распродано. Только в одном магазине. Там лежат почему-то, никому не надо. Во всех остальных как-то все очень быстро распродано. Очень красивая упаковка. Все красиво упаковано. Также здесь присутствует мешочек. Я просто специально все не вынула, чтобы вам показать. Здесь лежит мешочек, как обычно, бархатный. Вот такая вот коробочка. Достаточно удобная кисточка. Она жесткая. Как раз подходит для этой пудры, так как эта пудра не очень мягкая. Вот такая удобная. Ее тоже можно брать с собой. Так что вот. Вот сделана пудра. Я купила самую светлую. 0,01. Вот такая. Сегодня она тоже на мне. Зеркала закрыты, значит, я вас ослеплю. Мне она понравилась. Очень красивый цвет. Я когда наношу, хожу на работу и... Я все время работаю. В общем, когда я куда-то хожу и не хочу такой интенсивный макияж, я делаю, немножко скульптурирую лицо, наношу вот этот хайлайтер. И он также придает розовый оттенок. И вы выглядите свежо. Красиво. Как будто у вас даже есть легкий румянец, легкие румяна. Сейчас я вам нанесу сводч, покажу. В общем, я не боюсь вот этих хайлайтеров. Я их наношу. Мне кажется, лицо смотрится свежее как-то. Даже сияющее и притягивающее людей к вам. Так что можно даже на спокойный макияж он наносить. Очень красивое. Надеюсь, вам видно сводчий. Вот такой. Весь переливается. В общем, мне нравится, как он смотрится. Он тоже, говорю, надеюсь, вы видите, как он у меня. Сейчас я его чуть-чуть нанесу. Так пальцем. Мне кажется, его и так видно. Мне нравится, даже можно и как тени наносить. Такой свежайший макияж. И, в общем, куда угодно. В общем, всем рекомендую, если он у вас еще есть. В общем, очень красивый оттенок. В общем, я очень довольна. Супер-пупер. Рада, что я его купила. Он у меня уйдет. Следующее, что я купила от Dior, это вот этот карандаш. Я очень так думала купить мне обычные тени от Dior. Или вот этот новый карандаш. Я его купила. И тоже им очень довольна. У меня в оттенке 557. Он такой, ну не зеленый, а цвет хаки. С одной стороны выдвигается. Такой карандаш. Его достаточно тут много. Вот. Плюс это все водоустойкое. Сейчас я вам сделаю тоже swatch. Такое. Я им прям подвожу глаз, делаю стрелку. Если мне нужно нюдовый, но в то же время, чтобы он был видный макияж. Очень красиво смотрится. Вот этот вот тонкий карандаш, он держится весь день, пока вы не снимете макияж. Но вот этот вот толстенький карандашик. Сейчас тоже вам сделаю swatch, в котором присутствует блестка. Он такой посветлей. Он, конечно, его нужно наносить уже на праймер. Или если вас это не беспокоит, меня это не беспокоит, что он когда так вот расплывается, просто блестки остаются, в принципе. Ну, на мне смотрится красиво. У некоторой девочки, я видела, показывали такой розовый, и говорят, что он полосит. У меня ничего не полосит. В общем, я им очень довольна. Я даже подумываю, как бы хорошо, если бы вы сделали в постоянной коллекции. Он очень удобный. Вот этот карандаш держится весь день. Очень супер цветный. Нравится вот это сочетание. Не знаю, как вам виден цвет, нет, но присмотритесь. В общем, мне очень понравилось. Я очень рада, что его купила. И их не разобрали. Я даже думаю, что если закончится, если он будет, это еще, я его повторю. Вот такой Диор мне дали малютку-палетку в подарок. Вот. Что было очень приятно, так как у нас кикс с подарками не задаривают. Я всегда попрошайничаю, потому что они должны давать подарки, и поэтому без подарка я никогда не ухожу. Либо из какого-то пробника, либо они мне что-то накладывают. Поэтому я думаю, раз покупаю на такую сумму, должны давать что-то. И я была очень рада, что они сами предложили. Тоже такой же мешочек. И вот такая маленькая совсем палетка, что очень удобно ее брать с собой в сумку, в поездку, куда угодно. Зеркальце открывается вот так, конечно, не на 90 градусов. Кисточка, которая достаточно удобная и здесь для гоп. И вот такие оттенки. В принципе, приемлемые, что и днем, что и вечером. Вот у белого мне бы, он как молочный такой. Мне хотелось бы немножко, чтобы его было больше. Вот. Такие хорошие пигментации, ну, диоровские тени, как обычно, всегда хорошие. Сейчас. Хорошо переносятся. Они сегодня на мне. Я их нанесла не очень сильно, не очень интенсивно, но мне они очень нравятся. Также помады. Ну, это не помады, скорее всего. Это блеск, это максимайзер, а это блеск. Тоже очень удобно. В общем, мне нравится, я довольна. В общем, он у меня сейчас любимчик. Вот. Я им, конечно, не так часто крашусь, но крашусь. Мне уже хочется куда-то поехать, отдохнуть с ним. Следующее, что было, надеюсь, батарейка в камере не сядет, это покупка и в Сан-Лоран. Их раскупили у нас быстро на стендах, сейчас их нету. Это я купила. Я не стала покупать тени, так как тени у меня достаточно. Вот, я купила себе тоже в таком же мешочке, я купила себе вот такую пудру. Очень красивый дизайн, очень весенний, летний дизайн. И что мне понравилось, это то же самое, что метеориты. Здесь такая, в общем, пленка, которую зеркало закрывают. Вот. И очень похоже на метеориты, но здесь помол, как бы, вот эти блесточки, они еще меньше, чем у метеоритов от Герлен. Поэтому я очень рада, когда я наношу это на лицо. Мне это очень понравилось. И, ну, как бы, их не так видно. Их видно при таком вот искусственном освещении, при дневном. Это иногда бывает, где-то поблескивает блесточка, но она настолько деликатная, что, в общем, совершенно не мешает. Так, я уже вся в хайлайтере. Сейчас попробую вам сделать все-таки свотч. И она как пудра. Здесь розовый цвет практически вот не присутствует. Он очень хорошо розовый освежает. Сиреневый убирает ваши недостатки, да, с лица какие-то, если у вас есть темные пятнышки или что-то. Желтенький тоже как бы освежает. И вот этот зелененький убирает у вас красноту. В общем, супер пудра. Кто успел купить, или если он у вас еще есть, обязательно приобретите. Вот такой свотч. Я не знаю, видно вам, не видно. Сейчас попробую перенести куда-нибудь. Ну, на руке его не видно будет, так что он настолько деликатный. Вот здесь вот, если видно. Вот, попробую потом вам показать поближе. В общем, очень довольна пудрой. Супер пупер, всем советую. Стараюсь говорить быстрее, чтобы батарейка не села. Следующая покупка была с H&M. Я когда увидела, это два хайлайтера в стике. Один шампанское, а другой розовый кварц. Шампанское перламутр и розовый кварц. Вот. В стиках. Сейчас я вам покажу и постараюсь делать вотчем. Так, покажу сначала шампанское. Вот так вот выглядит этот стик. Вот. Очень такой кремовый, очень красивый. Очень красивый смотрится на лицо. Его можно использовать как тени. Вот. И я очень довольна. И следующий розовый кварц. Тоже такой стик. И он уже смотрится... Даже мне он нравится больше. И Ксении он тоже больше понравился. Вот здесь и вот здесь. Вот. Я сейчас им тоже пользуюсь очень так... Почти каждый день. В общем, он мне нравится так же, как Диора. Единственное, я люблю сухие хайлайтеры больше, чем такие вот кремовые. Вот. И поэтому предпочитаю, конечно, Диор, чем H&M. Но H&M-овские вот по цвету они совершенно не уступают Диору. Тоже самый оттенок. Тоже самый практически. Вот. Это был Диор. Купила я Бьорн Аксен. Вот такой спрей. Этот спрей я купила специально. Как видите, я немножко волосы делаю серебристыми. Но иногда шампунем можно переборщить. А вот этот совершенно легкий спрей, который тоже серебрит ваши волосы. Но вы им не переборщите. Вы просто сверху он обрызгали. И будет такой серебряный оттенок. Да? Убирает желтизму. Вот. Очень довольна, что купила. Буду не такая совсем синяя. А вот этот шампунь я покупала от Велла. И его оставлять на 20 минут. И вы будете синие, если у вас будут совсем белые волосы. Но зато он хорошо убирает желтизну. Самое главное его хорошо распределить по волосам. А не только на челку и на концы. Вот. Следующее, что было для волос от Лореаль. Вот эту серию я очень люблю. И разные оттенки я люблю. В этот раз попробовать вот эту взяла. Когда у меня кончится серебряный, попробую вот эту. У меня был очень такой желтенький перламутровый. Очень красивый давал отблеск. Как будто у вас волосы перламутровые, захайлайтенные. Очень классные. Просто наносите на сухие волосы. Потом моете голову. Или... Ну да. Тут даже написано инструкция. Я на сухие грязные волосы наносила. Ходила, мыла голову. Потом смывала. У меня было классно. Хотя написано, по-моему, что нужно помыть голову. Потом, в общем, чуть-чуть подсушить. Намазать. Но это слишком долго. И поэтому я делаю, как мне нравится. И все, в принципе, выходит. Вот такую штуку купила я для Ксении. Это тоже бальзам. Сейчас девочки любят розовый цвет. Я ей делаю или полоски. Вот раз она захотела сделать так внизу, я ей сделаю внизу. И обязательно вам покажу. Вот это сейчас у нас раскупают очень быстро, потому что девочки ходят. Либо, как я, такая вот синяя, либо розовая. Вот. Ну и последнее покажу. Купила у нас в глиттере были распродажи. И вот такие помпоны сейчас очень модные. По 12 крон на волосы. Также модно это, да, на сумку. Но я вот купила на волосы. Что к сине, что мне. Мне очень нравится такой нюдый оттенок. Там были еще черные. И еще купила вот часы. Вот такой вот браслет под золото. Тоже носить сейчас модно. Очень много браслетов с часами. И вот я и купила такой. Когда он мне разонравится. Разонравится. Потому что мне быстро разонравится. В общем, такие, как это называется, которые просто бижутерия. Мне почему-то она быстро становится ненужной. Я задарю Ксении. Вот. Называется магазин. Хотя в этом магазине глаза тоже разбегаются. Туда пакуют вот такие красивые бумажечки. И прикупила себе еще один браслет. Вот такой. Сердечком очень красивым. Серые оттенки тоже под часы. Вот такие штуки тоже я люблю. Такие модные сейчас у меня есть. Натуральный браслет. Но я его пока никак не соберу. А вот этот уже собранный. И мне хочется его одеть под часы. Так как он мне полностью подходит. Плюс вот это сердечко с камешками. Классные. Мне очень понравилось. И плюс сейчас у нас там в глиттере идут 75% скидки. И я решила купить. Там мне вышло, по-моему, за 12 крон вообще копейки. Вот. Так что все. Это были все мои такие... Не все. Покупки косметические. В общем, я очень рада. Делитесь то, что вы купили. Пишите. Может, что-то у вас уже что-то новое продается. Я еще не видела новых коллекций. Но обещали выпустить уже новые коллекции в Кикс. Новых карандашей для губ. По-моему, с 1 апреля. Так что всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся на мой канал. И всем до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok